Всем привет, с вами Жан Содель, мировая звезда Димаш Кудайбергин дал пресс-конференцию на Словянском базаре в Витебске. Я все детально разобрал, прямо сейчас вам расскажу, давайте вместе обсудим, будет интересно. Стартовало общение с необычного косяка ведущего пресс-конференции Дима Карасяк. Кстати, лично с ним знаком, если смотришь, привет, Дима. Он заявил, что Димаш-то победил на Словянском базаре в 1995 году. Позже добавил, что он волновался, но Димаш, естественно, его поправил, победил, он завоевал Гран-при в 2015. Артист сказал, что любит Беларусь и эту сцену, после чего журналисты начали задавать вопросы. Первый из них, что значит для Димаша, сотрудничество с Игорем Крутым. Димаш напомнил о том, что работал со многими композиторами Европы и Америки, и, конечно же, с Игорем Крутым. Он пишет, говорит, хитовые песни. И при этом Димаш добавил, что он сам себе хозяин и основные наставники, это его родители. Димаш также подметил, что шоу-бизнес становится проще, песни уже не те, и очень часто нет какой-то высокоинтеллектуальной музыки. Действительно, я с ним согласен. Взять тот же Моргенштерн. Просмотров много, а по факту, что он несет в массы, то есть чему он научит людей. Заявил Димаш, что многие артисты мечтают стать популярным. И вот он просто благодарит Аллаха за то, что все так получилось и стал популярным после Айм Синга и Славянского базара. Также говорит, что не устает и радуется каждой минуте жизни. На вопрос, из какой самой далекой страны пишут Димашу, он ответил, что из Африки. То есть, видимо, ну вот Димаш же сам из Казахстана. Ему кажется, что Африка это очень далеко. Говорит, что там есть его слушатели. Уточнили, поют ли песни. Димаш сказал, что не все, но, конечно, ценители, любители есть. Спрашивали о том, как получился огромный фан-клуб. Ведь даже в условиях пандемии Димаша в аэропорту в Минском встречало очень много людей. Из разных городов, там, говорят, из Тюмени, отовсюду люди приехали. И на что Димаш ответил, что он не знает. То есть, по сути, сам Димаш-то не организовывает фанатов. То есть, он заявил, что им, возможно, нравится его творчество. Димаш будет в жюри конкурса исполнителя странной песни в Витебске. И говорил при этом, что поблажек не будет никому. Болеть же намерен за представительницу Казахстана. И вообще он всем исполнителям посоветовал выбрать такую песню, где они будут, по сути, как рыба в воде, будут чувствовать себя уверенно. То есть, Димаш не рекомендует брать технически сложную композицию, где певец будет понимать, что не вытянет ее, плохо споет. Лучше Димаш, говорит, взять песню, где ты уверенный, которую ты споешь на 100%. На пресс-конференции кто-то из журналистов также сказал о том, что должен был быть концерт в Минске. Димаш, и многие люди не сдали до сих пор билеты. И вот после этого Димаш, конечно, был удивлен. И он вышел, прямо встал со стула, да, и поклонился тем людям, кто не сдал билеты. И его это очень тронуло. Спросили у Димаша о мечте. Он говорит, что хочет дать концерт на стадионе Уэмблея в Лондоне. Ну, обычно там разные спортивные состязания, футбольные матчи проходят. Ну, такой просто огромный стадион. И еще Димаш добавил, что если все пойдет так, как надо, то примерно через полгода он намерен дать некий концерт. Вообще, Димаш, как обычно, был очень скромным. Хорошо воспитали родители. Он тоже это подметил и заявил, что вообще нет никакой разницы между обычным человеком и артистом. Он никогда, никак не возвышался. Вы знаете, в целом, как по мне, пресс-конференция прошла очень спокойно и, что самое главное, искренне полная версия. Вот конкретное видео есть по ссылке в описании. Обязательно после моих комментариев посмотрите. Я думаю, вам будет интересно. Там более расширены ответы на все эти вопросы. Снимало белорусское телеграфное агентство. Спасибо, что досмотрели мой краткий обзор. Но, знаете, такой фактический обзор. То есть все основные факты, которые были на пресс-конференции, я затронул в этом видео. Здесь же, кстати, на канале будет детальный обзор, даже со вставками-то, открытие и закрытие Славянского базара и конкурса исполнителей эстрадной песни. Я напомню, нашу страну Беларусь представит Данил Мышковец. В предыдущем видео он был у меня на прямой связи, если не видели, посмотрите. Будет петь. Конкурс растянется на два дня, 17-го и 17-го числа, подведение итогов. И, насколько понимаю, каждый исполнитель споет по две песни. Но Димаш Кудайберген будет сидеть в жюри, будет выставлять оценки председатель народного артиста Беларуси Анатолий Ярмоленко. А от России, насколько помню, Песков. Димаш же будет выставлять голоса от Казахстана. Счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok